Здравствуйте! В эфире программа «События недели» с самыми важными и интересными новостями города вас познакомлю я, Ксения Комогорцева. В этом выпуске вы увидите. Планерное совещание при главе города «Пожары. День молодежи. Выпускной 2017». Планерное совещание при главе города Константине Горюнове состоялось в минувший вторник. О наиболее важных и интересных темах расскажем в нашем сюжете. Горожан продолжают кусать клещи. За минувшую неделю зарегистрировано 10 таких случаев. Из них трое дети. С начала сезона всего укушено 63 человека, в том числе 12 детей. Сергей Алексеев отметил, что своевременная вакцинация дает свои результаты. Вероятность тяжелых последствий после укусов сводится к минимуму. В связи со сложной обстановкой с лесными пожарами Роспотребнадзором проводится постоянный мониторинг воздуха. Прием пробу получается с упором исследований прием пробу воскресенье. В основном, как полученный был в городе, поселок Заречный и здесь, на территории города. 23 июня в нашем городе состоялась ярмарка вакансий, рабочих и учебных мест. По словам директора центра занятости Анны Антоновны Кетровой, для тех, кто находится в поиске работы, выбор вакансий велик. Нужно сказать, что работа в городе есть. Вакансии были представлены достаточно разного спектра, как узкоспециализированные, так и неподвенфицированные. И, в общем-то, даже вот были представлены такие вакансии, как вот нужен был диспетчер, военизированная охрана для женщин, то есть как-то безобразование и бюджетная сфера, как бы мы смогли обратить молодую девушку на работу. И железнодорожная организация, и в ВЧ-10 тоже представляли вакансии, которые, например, на постоянные рабочие места, это есть сантехник, газоэлектросварщик, и рабочие полкомнаты в соотслуживании, здания и сооружения. И также были специализированные инженеры, и так далее. То есть работа в городе есть. 21 июля для представителей малого и среднего бизнеса Бурятии стартует конкурс «Бизнес-успех». Возможно, заявить о себе есть у каждого предпринимателя. Очень много площадок будет в этот день работать в городе Улан-Удэ. Много встреч, много обучающих семинаров. Любой из предпринимателей, кто считает достойным себя показать свои успехи, может заявиться. Информация у нас предоставлена и на сайте, и на стенде Комитета экономики, и можно обратиться в 430 кабинет. Заявки принимаются до 9 июля. В общем, там несложная система заявки. Но сейчас очень большое внимание на самом деле в Республике Бурятия уделяется по всем направлениям развития именно малого и среднего предпринимательства. И вот такой вот впервые именно в Улан-Удэ большой форум проходит. И тот форум, который отдельно, наверное, доложим, который состоялся 22 июня, с представителями китайских и монгольских туристических агентств, руководителей, в общем-то, имеет тоже и свои результаты. И у нас уже прибыла делегация, которая, в общем-то, посмотрела наши перспективные земельные участки и возможности. Поэтому будем надеяться, что развитие нас ожидает. 24 июня состоялось одно из главных событий для тех, кто окончил школу в этом году – общегородской выпускной. Это особый день не только для 165 вчерашних школьников, но и для их учителей и родителей. Уже по традиции церемония вручения аттестатов проходит на городской площади. О мероприятии расскажем в нашем сюжете. Похожие на сошедших с обложек журналов «Звезд» – красивые, яркие, счастливые. Вчерашние школьники сегодня особенно волнуются. В их жизни будет много разных дней, но этот никогда не повторится. Ну, не осознаешь, конечно же, то, что ты выпускаешься. Я вообще желаю всем будущим выпускникам, чтобы они не забывали своих учителей, чтобы они были всегда благодарны, потому что самое главное мы получаем в школе. Все 11 детей лет – это самое большое количество получается лет, потому что мы пошли в школу. Да. Да. Всем желаем удачи, поступления, счастья огромного и безграничного. И... Ну, все, школа закончилась? Да, школа закончилась. Очень грустно расставаться с любимой школой на самом деле. Грустно очень уезжать от своих родителей. Мы очень будем скачать по своей школе, по своим родным, любимым учителям, по своим друзьям. Хотелось бы еще раз пережить этот год, чтобы было как можно больше тех моментов, которые могли бы еще быть. Ну, надеюсь, будем видеться, встречаться на каникулах, когда сдадим тяжелую сессию. Именно здесь, на городском балу, вручаются аттестаты, документы во взрослую жизнь. По традиции, первыми поздравления принимают золотые медалисты. В этом году их 37. Но и те, кто не стал первым в учебе, поднимаются на сцену за своими наградами. Ведь на протяжении 11 лет каждый проявил себя в чем-то. Звезды спорта и сцены, сердце КВН, творческие личности, лидеры и просто душа класса. Все без исключения выпускники получили свою номинацию. По традиции, был проведен конкурс «Король и королева балла». Жюри оценивали артистизм, активность и соответствие образу. Поддерживаем, друзья! Надо определить короля и королеву! Музыку можно погромче! Высокое звание короля и королевы балла получили Владимир Котляревский и Анастасия Казначеева, выпускники лицея номер 6. Теплые слова и пожелания на протяжении всего мероприятия звучали от первых лиц города, директоров школы, учителей. Впереди у ребят новый этап жизни, но в этот день думать об этом не хочется. Красивый праздник радости и грусти только начинается. Хотим сказать спасибо Наталье Алексеевне за то, что она нас воспитала. Сказать спасибо нашим родителям, моему дедушке, моей бабушке за то, что они меня воспитали. Стал таким, какой и есть. Сказать им спасибо. Всем учителям спасибо. Хочу выразить слова огромные. Благодарность в своей школе, что они меня выпустили, что они меня обучали так долго, трудились над моим обучением. Я очень горда тем, что была в нашей школе, что не выпустилась. Я хочу сказать слова благодарности своим любимым учителям, своим классным руководителям, своему чуткому директору, которая так волновалась за нас всех. своей маме, которая вырастила меня, которая берегала меня столько лет и будет, наверное, оберегать. Смешанные чувства испытывают в этот день и родители. Казалось бы, еще вчера маленькие дети уже начинают новую взрослую жизнь. Очень грустно, конечно, что детки уезжают. Моя старшая дочь закончила тоже в этом году школу, получила аттестат. Конечно, очень печально, что детки уезжают, потому что, конечно, очень радостно, что они едут в новую жизнь, а что у них будет совершенно все по-другому. Но нам грустно, мы остаемся здесь. Я желаю всего им хорошего. Всем, всем, всем. Неважно, как, кто, что сдал. Главное, чтобы у них все сложилось в будущем. Всего хорошего. Я хочу поблагодарить коллектив учителей лицея номер 6. Выразить огромную благодарность директору школы Купцова Алексею Михайловичу и всем, всем нашим педагогам, которые помогли нашим детям стать такими взрослыми, талантливыми. Потому что моя дочь тоже получила золотую медаль. Спасибо. В пользу и случаем хочу поздравить всех выпускников нашего города город Северобайкальск. Выпуск 2017. Ура, молодцы. Умнички. С праздником. Мечтая о будущем и строя планы, в этот день выпускники все чаще вспоминают прошлое. 11 школьных лет, где было все. Первая любовь, слезы, ошибки, радости, победы, друзья, которые будут в памяти всегда. Финальным аккордом праздника стал ночной салют. А на рассвете ребят ждал еще один трепетный момент. Алые паруса, как символ надежды и исполнения всех желаний, которые загадали выпускники 2017. СТО «Элитная» предлагает полный комплекс услуг по ремонту вашего автомобиля. Среди них выпрямление геометрии кузова, рамы автомобиля на профессиональном робот-стапеле, аналогов которому нет в городе. Все кузовные работы под ключ, подбор запчастей, подетальная покраска кузова, нанесение жидкого стекла и полировка. Сварочные работы любой сложности. Установка сигнализации, шумоизоляции, музыки. У студии опытного автоэлектрика. СТО «Элитная» за качество отвечаем. В Бурятии продолжают гореть леса. На сегодняшний день огнем охвачены более 8 тысяч гектаров. На 27 июня на территории Севербайкальского района действует 6 лесных пожаров. На общей площади 1924 гектара. Самый большой по площади возгорания – пожар в местности Слюдянских озер. О ситуации на сегодняшний день расскажем в нашем сюжете. На лесном пожаре в местности Слюдянские озера, который является у нас самым резонансным и находится на виду у всех, на данный момент задействовано 69 человек. Этот пожар у нас действует с 12 июня. И с 25 июня он у нас перешел в категорию локализованных. То есть площадь данного пожара уже не увеличивается. Идет, ведутся мероприятия по его окончательной ликвидации, которая произойдет, надеемся, в ближайшие дни. На данном пожаре также ведется, как и на остальных, мониторинг с использованием авиасудна. Это самолет Цесна. Немало вопросов у населения возникает о применении в тушении лесных пожаров самолета «Амфибии» Медвести. На данный пожар невозможно привлечь такие суда, как БИТ-200, о чем часто задают вопросы, так как данное судно используется в основном при угрозе населенным пунктам, при угрозе объектам экономики. И его использование малоэффективно в нашей горной местности. На сегодняшний день в районе действует 6 лесных пожаров в 9 километрах от села Байкальское, в Уаянском и Ангаянском лесничествах и в районе Слюдянских озер. Продолжает действовать особый противопожарный режим и режим чрезвычайной ситуации. Ежедневно производится патрулирование лесных массивов. Нарушители наказываются по всей строгости закона. В отношении нарушителей уже на сегодняшний день с начала пожаропастного периода у нас составлено более 50 административных протоколов, возбуждено два уголовных дела, переданы в суд. То есть работа по профилактике ведется в средине селения. Исходя из анализа, проведенного специалистами, с каждым годом лесные пожары в Бурятии становятся все масштабнее. По статистике причина тому почти всегда одна – человеческий фактор. Основные причины – это 90% – это, конечно же, антропогенный человеческий фактор. Необращение, неосторожное обращение с огнем, халатность. Это, скорее всего, даже частично попытка скрытия следов таких преступлений, как незаконная порубка, либо браконьерство в местах нереста, во время нереста рыбы у нас. А минимальное количество – это последствия сухих гроз. В основном это в горной недоступной местности у нас. Детский дорожно-транспортный травматизм всегда находится на особым контроле госавтоинспекции. За прошедшие пять месяцев его уровень в республике остается высоким. Каждое восьмое происшествие на дорогах Бурятии случается с участием детей и подростков. Каждый день на дорогах России «Гибнет три ребенка». Водитель, будь предельно внимателен и осторожен. На дороге дети. 23 июня в нашем городе состоялся День молодежи. Несмотря на то, что в календаре дат этот праздник считается сравнительно юным, во всех регионах проходит целый ряд мероприятий для тех, в чьих руках будущее страны. В этот день на городской площади были люди разного возраста. О программе «Вечера в Севербайкальске» расскажем в нашем сюжете. Как много в городе молодых, активных и веселых жителей особенно видно в такие праздники, когда сотни людей на одной волне с настроением на позитив создают неповторимую атмосферу. Наша молодежь – это наше будущее, конечно. Это резерв нашей страны. Поэтому наша молодежь от нашего города очень активно участвует во всем, во всех мероприятиях. Общественная молодежная палата объединила под своим крылом передовых молодых предпринимателей. Нас всегда радуют наши молодые спортсмены. Молодежь всегда участвует во всех наших соревнованиях, во всех движениях и так далее. Поэтому сегодня поздравляю всю нашу молодежь нашего города и тех, кто остался сердцем всегда молодым. С праздником! Как и в предыдущие годы, праздник был организован силами администрации, городского совета депутатов, молодежной палаты и отдела по молодежной политике, физической культуре и спорту. Отличительная черта Дня молодежи 2017 года – мощная спонсорская помощь одного из крупнейших сотовых операторов страны. Развлечения на любой вкус мог найти любой, кто пришел на площадь. Гироскутеры, виртуальная реальность и всевозможные игры – все это совершенно бесплатно. Зрители постарше с удовольствием принимали участие в конкурсах, вел которые Чингис Болотов, руководитель движения КВН в республике. И, конечно, была представлена богатая концертная программа исполнителей в самых разных жанрах. «Джинсы, порезаны, лето, три полоски накета под теплым дождем». «Ты снова лучше всех, а дачу маму билеты мы переживем». «Джинсы, порезаны, лето, три полоски накета под теплым дождем». «Джинсы, порезаны, лето, три полоски накета под теплым дождем». Изюминкой этого дня молодежи стало выступление участников команды «Харамарин», известной далеко за пределами республики. «Представьте, деревенский парень впервые в городе». «Аккуратнее будь». «Овца». «Чё сказал?» «Мы поделимся на красивых и некрасивых». «Давай». «Пацаны, давайте поделимся на тех, у кого есть жвачка и у кого нету жвачки». «О, дай жвачку, дай жвачку». «Пацаны, пацаны, а давайте поделимся на бурят и русских». «Да ладно, иди уже сюда». «Ну вообще, ребята, ну как мы делимся? Ну что это такое? Смотри, я вот вырос в Бурятии, родился в Бурятии. Да я бурят. Он то же самое. Он вырос и родился здесь. Он тоже бурят. А вы, ну...» «Ну так генетически получилось. Что тебе?» «Идём дальше. Представьте, на матч ТВ устроился комментатором наш земляк Бурят». «Ага. Ну, ну, ага. Жёстко, жёстко. Это нормальный комитет?» «Добрый вечер, любители футбола. Сегодня кудесники футбола в бразильстве встречаются. И раз в год палка стреляет сборной России по футболу. В сборной России играет наш земляк Бадмаев. Бадмаев проходит по лицевой. Удар. Гол! «Атроларадэмдамакшол! Атроларадэхолэгдэхолэгдэхолэгдэх». До позднего вечера на площади подпевали песни группе «Артрозис» и коллективу из «Токсимо». Танцевали под зажигательную музыку. Почти восьмичасовой праздник Дня молодёжи прошёл на одном дыхании. Дня молодёжи. Я по тебе скучаю, я тебя в письма не получаю. Ты далеко и даже не скучала, но я люблю свет, чтоб ты узнала. Пускай я никогда не встречал паприки рассвет, И не видел сам пожар, дунглер час ночной, Но знаю точно, я на земле самый яркий свет, Ты далеко и даже не скучала. На этом у нас все. Удачной вам недели. До свидания. МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА 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 Субтитры создавал DimaTorzok Добавил субтитры 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 DimaTorzok Субтитры DimaTorzok 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 DimaTorzok